Сегодня мы с вами продолжим изучать историю цвета в его эстетическом истолковании. И тема сегодняшней нашей встречи – это цвет и его интерпретация. Я думаю, что у нас уйдет на эту тему два занятия, либо тема на самом деле весьма-весьма объемная. Даже мыслей у меня нет исчерпать ее в пределах этих трех часов, которые у нас отведены на два занятия. Поэтому я лишь намечу какие-то основные отправные точки, так как моя цель вам все-таки не историю цвета дать как такового, но не на дизайне, а здесь очень сильный художник, а показать, как работают те механизмы, которые вам в жизни очень и очень могут пригодиться. А именно, как смещаются парадигмы эстетические в каждый конкретный исторический период, в каждой конкретной исторической локации. В наши дни достаточно много можно встретить книг, которые трактуют цвет как нечто неизменное. Это огромное количество дизайнерских, особенно псевдодизайнерских работ. Хотя на самом деле слово псевдодизайнер здесь не совсем уместно, ибо их источником-то являются на самом деле весьма авторитетные локации, такие как, например, Роу Хаус. Эту же традицию поддерживают и некоторые школы, которые основываются в подходе к цветам на системе Кандинского. Сюда же стоит отнести и юнгианских аналитиков, причем зачастую не самого высокого класса, тех, которые превратно поняли идею Юнга об архетипах, неких неизменных паттернах психической жизни человека в целом. Потому что на самом деле у самого Юнга цвет никогда не являлся знаком. Об этом мы еще поговорим, когда дойдем в начало 20-го столетия. И в эту же когорту следует отнести и целый блок всевозможных текстов по арт-терапии. Во всех этих текстах, коим не из числа, цвета предстают как своего рода некие архетипические инстанции. Все эти тексты очень-очень сильно отдают скорее мистицизмом, чем научными работами, не похожи на них совершенно. Хотя, как это ни странно, настоящие научные работы зачастую ссылаются на открытия в области физики и оптики значительно меньше, чем вот эти работы. В этих работах вы встретите просто колоссальный блок ссылок на спектр Ньютона, на изыскание в области цветов, проводящиеся посредством статистических расследований и так далее. Но, если вы обратитесь к серьезным работам, посвященным цвету действительно профессиональных историков, в том числе того же самого Пастуро, то там ссылок на оптику будет несоизмеримо меньше. Потому что цвет, кстати, культуры. Поэтому вас не должно смущать наличие или отсутствие огромного количества псевдонаучного материала в этих текстах. Основным отличием научного текста от ненаучного является то, что в науке конечный результат нам неизвестен. Мы пытаемся его выяснить. А в метафизике, наоборот, мы пытаемся обосновать конечный результат, который мы уже знаем. То есть эксперимент ставится не для того, чтобы выяснить истину, а для того, чтобы доказать то, что мы это уже знаем. Это ключевое отличие между одним и другим. Ни предмет исследований, ни объект исследований, ни материал исследований не может стать критерием для различания между научной и ненаучной литературой. Только нет этой конечной цели. Таким образом, современная литература просто пестрит ссылками на некие архетипические цвета, которые именно что-то значат. Не символизируют, заметьте, а значат. Ибо символ имеет многоуровневую эстанцию. То есть символ, он противоречит своей эстанции. Знак однозначный. Вы видите красный на световой, значит ехать нельзя. Вы видите зеленый, значит ехать можно. Если вы видите красный на картине, то все совсем не так однозначно. Конечно, чем выше уровень таких исследований, тем больше сужается спектр применения этих архетипических паттернов человеческого сознания. Однако базовая идея там сохраняется. Уровень изменности. Цвет всегда значит что-то определенное и несет в себе универсальный смысл. Вот одна из показательных таких работ, недавно издана. Между прочим, еще далеко не самая плохая. Это создание интерпретации Амандовы, акт терапевта Сюзанны Постер-Финча. Достаточно подробно рассказывается о цветах. Акта в книге весьма эрундирована. А книга направлена на современное применение арт-терапии. И, по крайней мере, если и претендует на некую универсальность, то делает это крайне ненавязчиво, невыгрессивно. Я, на самом деле, не уверен, что арт-терапия работает и таким образом, так же, как и музыкотерапия и прочая терапия. Но можно сейчас даже встретить енот-терапию. Не шучу. Так вот, мне кажется, что это все явление одного порядка. От енота, может, даже толку. Но если глубоко изучить значение, а не символизм, именно значение цвета в какой-то локации, в какое-то определенное историческое время, то, может быть, с помощью этих цветов и можно как-то воздействовать на представителя именно этой культуры. Это я отрицать не буду. Но расширять это до универсализма, до того, что эти цвета значили то же самое и для древнего египтянина, и для древнего китайца, и для ацтека, это просто нонсенс. Это уже даже не анахронизм. Потому что здесь речь идет не о разных временах, а о том, что не принимается во внимание даже локус, место, в котором сложилась статина арт-терапия. На прошлом занятии мы уже с вами выяснили, что представление о цвете от эпохи к эпохе существенно менялось, даже в европейской культуре. Более того, претерпевало изменение не только символизм цвета, но разительные метраморфозы происходили и с восприятием цветов. Какие-то цвета игнорировались, какие-то, наоборот, по необъяснимым для нас сейчас причинам выделялись. Иногда причину можно каким-то образом найти, иногда это просто остается неким парадоксом истории. И сегодня я бы хотел сделать первый экскурс к пониманию истории цвета в европейской культуре. Это поможет вам лучше ориентироваться как в данном вопросе, так и научиться пользоваться методом археологии гуманитарных наук, предложенным Мишелем Куковым второй половине XX века. Вот это одна из самых ключевых работ 20-го столетия «Слова и вещи». Книга вышла в 66-м году и наделала совершенно колоссальный шум в мировом сообществе. В 60-е и начало 70-х, наверное, не было ни одного серьезного ученого, который бы не разгромил эту книгу в руках. То есть культура оказалась настолько не готова к этому тексту, что, в общем-то, позитивных отзывов было очень малое количество, потому что, в общем-то, Фуко предпринимает столь же радикальный и решительный жест, как когда-то осуществил Коперник, позже его осуществляет Фрейд, и третьим в этом списке можно назвать Фуко. Если в одном случае у нас буквально выпила почву из-под ног, Земля оказалась не центром мироздания, а всего лишь каким-то большим камнем, на котором мы живем и летим с огромной скоростью в космосе. В другом случае мы оказались не хозяевами у себя в голове, а в третьем случае оказалось, что вообще человек – это философская категория, а не физическая категория. И понятие человека от культуры культуре радикальнейшим образом менялось. Мы даже не можем говорить о том, что это общая наша история как таковая. Я уже говорил, что Фуко вводит понятие эпистемы – это такая культурная модель, в которой система, которая сменяется на следующую эпистему, и, так скажем, причин у этой смены нет. Была одна модель, потом другая модель, третья. Они не перетекают одна в другую по эволюционному принципу. Они именно радикально революционно меняются. И я бы даже сказал, что эта книга Фуко – это книга сложная. Я бы сказал, если хотите начать знакомиться с Фуко, то лучше начать, конечно, с книги «Надзирать и наказывать». Она самая простая. Это история тюрьмы. А также на истории тюрьмы он демонстрирует смену эпох. Она не о тюрьме. Так же, как и все его книги. То есть, так скажем, предмет исследования, на самом деле, наша культура, а не то, что заявлено в начале тюрьмы. Это просто материал исследований. Эта книга очень сложная. И в ней он попытался охватить сразу все сферы человеческой жизни. И, естественно, в каждой конкретной отрасли он не был столь же, так скажем, компетентным специалистом. Это не значит, что он утверждает там какие-то абсурдные вещи. Нет. Но, так скажем, в каждой отдельной отрасли, к которой он обращается, ну, в частности, к экономике, его примеры для историка экономики, они, так скажем, банальны. Есть более сложные случаи, которые как раз Фуко не рассматривает, и кажется, что они могут опровергивать его систему. На самом деле, можно, так скажем, применив методологию Фуко, и отстоять его систему применительно к этим случаям. Но он этого не делает, потому что, просто, возможно, эти случаи были ему неизвестны. И, естественно, Киму в камне не то, чтобы кому-то в огород, а в огород сразу ко всем, он получает такую колоссальную негативную реакцию. И, в общем-то, фигура Фуко до сих пор является для русской культуры особенно маргинальной. Во-первых, открытый был сексуалист, уже подозрительный, коммунист. Сейчас это не самое лучшее, чем может похвастаться французский философ. И, таким образом, в общем-то, фигуру Фуко, если и проходят в университет, то очень пир. А, в общем-то, стараются его особенно не касаться. И, тем не менее, если верить спискам, статистическим данным по цитируемости, в общем-то, в изданиях типа Скукуса это легко проверить. Здесь Фуко оказывается на первой позиции, как-то в самом цитируемом актор 20-го столетия. Каким выводом можно прийти, исследовав работы Мишеля Фуко? Я думаю, главное здесь, что наш взгляд, направленный в прошлое, видит в нем не систему ушедшую эпоху, но лишь элементы этой системы, трактованные сквозь призму современной нам реальности. Другой видный французский мыслитель, Жан Дервидарь, пошел еще дальше и стал утверждать, что смены вот этих, как угодно, парадигм или эпистем, ну, в общем-то, для науки корректный парадигм, сказать, для культуры в целом эпистем, они происходят немотивированно. То есть то, что мы считаем краеугольным камнем для становления нашей современной культуры, на самом деле появляется позже, чем сама наша культура. И он для этого придумал термин, называется «второе раньше первого». Приведу пример. Ну, например, знаменитый лозунг Жан Жака Руссо «назад к природе» на самом деле не является возвращением к природе, которая когда-то была утрачена, вытеснена культурой и цивилизацией, развития городов и так далее. Но до Руссо самого понимания природы современного нам просто не существовало. Вот в чем дело. То есть, получается, природа, к которой он призывает вернуться, появляется позже, чем цивилизация, которая ее якобы вытесняла. Природа для человека древнего мира, природа для человека средневековья совершенно не дождественна в природе, которая, в общем-то, типична в нашем современном истолковании, которое идет от Руссо. Просто разные феномены, совершенно разные. И, кстати, для них символизируют совершенно разный цвет. Природу сейчас по сей день символизируют зеленый. Это достаточно легко проверить, просто обратившись к дизайну того, что позиционируется как эво-пища. Оно все будет с зеленым цветом, сказка. А для человека средних веков природа – это, простите, не растение. То есть, природа – это четыре элемента. И она многоцветная. То есть, природа – это земля, облака, вода, все твари, населявшие степи и леса. Вот что такое природа. А не зелень, не трава и не деревья. То есть, получается, наша попытка найти причину, почему человек захотел стремиться назад к природе, оказывается, в общем-то, заблуждение. Потому что, на самом деле, сама эта природа возникает как факт культуры. Это ее феномен. И, естественно, это приводит и к радикальной переоценке символизма цветов, на которой я пытаюсь вам продемонстрировать эти культурные слова. Ну, приведу вам еще несколько таких показательных примеров. Один связанный с историей цвета, другой нет. А так или иначе демонстрирующих наши современные мифы о истории культуры. Ну, большинство из нас, например, кажется, что античная Греция была белокаменной. Ее таким образом изображают в театре, ее так и изображают в кинематографии, в то время как статуи и храмы были обильно раскрашены. Греческая культура была очень яркая, цветная. Расписывалась здесь храмы черной или даже фиолетовой краской, что считалось, в общем, почти одним и тем же. Красной, желтой, а также активно использовалось золото. Греческая культура была очень многоцветной. Более того, об этом знали уже с 18 века. Те, кто занимались не, так скажем, кабинетной наукой, а действительно ездили на раскопки, действительно путешествовали в города, связанные с культурой античности, писали письма в университеты с тем, что там очень много краски. Эти статуи, эти храмы были обильно украшены. Однако, по сей день существует миф о том, что это все белое. И именно так оно по сей день изображается. То есть, получается, античная культура воспринималась как своего рода классицистские дворцы и палатства, а не в ее оригинально первозданном виде. Это исключительно культурный миф. Миф, направленный во многом на попытку некой преемственности культуры, на создание единой линии, связывающей античную Грецию, соответственно, с эпохой возрождения и с классицизмом в последующем земле. А классицизм, в общем-то, и не закончился. Ведь классицизм сталинской эпохи и так далее. Классицизм весь живучая. С античной Грецией связан на другой, весьма примечательный миф. Ну, например, особенно активно, начиная с середины XIX века, начинать позиционироваться идея прогресса. Однако, в этом же самом XIX веке знаменитая мастерская Фаберже попыталась воссоздать античные украшения. В античной Греции делали уникальные совершенно украшения из золотых нитей, из каплями золота. При этом капли золота нужно оставить позже, чем нити. И нити не должны расправиться. Так вот, эта мастерская, которая славилась на всю Европу своими ювелирными изделиями, с помощью технологий XIX века не смогла воссоздать эти греческие украшения. Они признали это просто невозможно. А речь идет о том, что этим украшениям они относятся к высокой античности, то есть это даже не эллинистический период. Пятый евро до новой эры. Вот он и прогресс. То, что мы называем прогрессом, это просто смена шахматной доски. Грали на одной шахматной доске, а стали на другой. Да, но в той шахматной доске, возможно, было меньше клеточек. Теперь клеточек больше, потому что игра другая. Но это не значит, что по тем же параметрам, которые были значены для прошлой культуры, мы превосходим эту культуру больше чем-то. Другой пример, также весьма показательный. Разве он не связан с цветом, но также связан с историческим периодом, в том числе с провоцировавшим появление Древней Греции. Всем вам известна смена бронзового века на железную, учили бы историю, этим часто любят пользоваться, даже бытовой речи. Так вот, я полагаю, на основе мнений самых передовых исследований современных, что переход с бронзового на железный реп нужно рассматривать не как прогресс, агрокультурную катастрофу. Понимаете? Дело в том, что мы под словами бронзы и железа понимаем современную нам бронзу и современное железо. А это не так. Бронзовые орудия тогда были куда более долговечны, чем железные. Не в плане того, что железо быстро ржавеет, не в плане того, что железные орудия приходили в неводность, они тупились, крошились и так далее. Производить же бронзовые орудия было несоизмеримо дешевле. Или тугоплавка железа, температура плавления, которая запредельна для того исторического периода, она перестанет быть запредельной, когда доменные печи изобрели. Понимаете? А с другой стороны, то есть железо и железные орудия того времени, они по всем параметрам уступали бронзовым. Когда мы читаем в исторической литературе бронза и железо, мы понимаем современные нам понятия. Мы вписываем в современную сетку координат, а не понимаем, что качественный бронзовый меч мог в легкую раскрошить железный орудий. И переход этот был не прогрессом, а связан с действительно катастрофическими событиями, потому что запасы олова, известные в древнем мире, к периоду XII-XI век до Нового эра были полностью выработаны. То есть бронзу просто не из чего было делать. И нужно было обратиться к какому-то заменителю, которому стало железо. Опять же, мы видим, что никакого прогресса в этом нет. Есть совершенно специфические события, которые можно адекватно рассмотреть, если мы будем внимательно, аналитически подходить к тем историческим событиям, которые в этот момент происходят, а не огульно пытаться рассматривать это все с точки зрения современной нам системы ценностей. Точно то же самое происходило и с историей цветов, и как в смысле изготовления тех или иных красителей, и с точки зрения изменений в условиях освещения тех помещений, в которых жил человек. Но здесь дело даже не только в этом. Я уже многократно настаивал на том, что цвет – это феномен культуры, и он является социально-общественным фактором и выступает в роли маркера. Это определенный знак культуры. И таким образом, во-первых, не может быть цвета вне системы цветов. Абсурдно рассматривать цвет вне системы. Любой цвет, какой бы вы ни воспринимали сейчас, воспринимайте его в той системе цветовых координат, которые приняты в нашу эпоху. С другой стороны, нужно понимать, что цвет, если он является культурным феноменом, его корни уходят в общественный строй, в мировоззрение каждой конкретной эпохи. И без нее даже в опоре на какие бы то ни было открытия в области науки, изготовление или неизготовление тех или иных красителей невозможно. И перейдем, собственно, к той теме, которую я обозначил сегодня. Повторюсь, у нас уйдет на нее две лекции. В один я себе позволю. Такое большое введение, просто чтобы настроить вас на правильное понимание. Несмотря на то, что я пойду сейчас в хронологии, в хронологическом порядке от античной Греции до наших дней, я специально предварил наше рассмотрение не хронологическим, а логическим порядком. Я показал отдельно взятые факты, насколько они не сопоставимы с нашим современным пониманием. Потому что хронологический порядок сейчас в большинстве случаев ассоциируется с преемственностью. С некородкой развития, роста и так далее. Ни о каком росте речи быть не может. Мы будем рассматривать отдельно взятые эпохи. Просто в хронологическом порядке, чтобы вам их проще было запомнить. Их с таким же успехом можно было рассматривать в любом другом порядке. Так как один не является причиной последующего. Первый не порождает. И вернёмся в античную Грецию. Культуру, которая, как считается, является колыбелью европейской цивилизации. И посмотрим, как в эпоху античности понимали цвет. Не какими цветами пользовались, это мы уже обговаривали на прошлом занятии. А как трактовали саму возможность восприятия человеком цветов. Согласно Мишелю Кустуро, все взгляды греческих мыслителей можно разделить на три большие группы. Первая модель – это модель пифагорейская. Суть по всему, она действительно была сформулирована самим пифагором, была принята на вооружение его последователями и активно применялась. В чём её суть? Она гласит, что из человеческого глаза исходят некие лучи, которые распознают сущность предметов, в том числе и цвета. То есть активным является именно человек и те лучи, которые исходят из его глаз. Другая модель была предложена Эпикуром. Он считал, что напротив, сами предметы излучают частицы, которые доходят до наших глаз, и таким образом мы видим всё вокруг, в том числе и различаем цвета. То есть здесь активен мир, а не человек. А это значит, очень важно, что цвет здесь позиционируется как свойство самого мира. И, наконец, третья позиция, на мой взгляд, самая любопытная. Её высказывает Платон. Он считает, что из наших глаз исходят частицы, равно как и такие же потоки исходят из окружающих вещей мира. И из взаимовлияния этих потоков мы видим цвета кактеговые. То есть, световое зрение – это взаимонаправленное движение. Это динамическое действие, а не статичный процесс. Главное же здесь оказывается не то, что сказано, а то, что подразумевается. И остаётся как бы за рамками текста Платона. То есть, если цвет образуется из исходящих из предмета частиц, в соединении с теми частицами, которые идут из наших глаз, это значит, что когда на предмет никто не смотрит, он не имеет цвета. А вот здесь мы уже имеем мостик и два линия концепции цветов, я думаю, кондагёте, который он озвучит в начале девятнадцатого столетия. Есть ещё один интереснейший пример, который в античной Греции интересовал очень многих учёных и так или иначе связан с цветами. Это изучение радуги. Более того, именно радуга и её исследования на протяжении истории могут позволить нам оценить, насколько по-разному человек может воспринимать цвета. Понимаете, можно сколько угодно рассуждать на тему, насколько древние фрески дошли до нас не в тех цветовых оттенках, которые были изначально. Можно сколько угодно рассуждать на то, насколько меняло освещение свет факела, свечи или газовое освещение. Но когда человек смотрит на радугу и находится он вне помещения, она всегда одна и та же. Глаз у нас, повторюсь, начиная с периода развитых доминид, зрение не менялось. Физиология вот такая же. Радуга такая же. Однако, радугу в том виде, в котором мы увидели её сейчас, почему-то люди стали видеть только в конце XVII века. Новой игры, не до новой. Как же видели радугу древние греки? Позволю себе развернутую цитату из одной из главных Желия Пустума. Многие греческие авторы писали о радуге. Все они пытаются установить, сколько цветов можно различить в радуге. А затем, выделив эти цвета и датом названия, пытаются определить их последовательность. Одни считают, что цветов всего три. Таких, кстати, в большинстве. Другие, что их четыре или пять. И лишь один автор, Аммиан Марцелин, утверждает, что в радуге целых шесть цветов. Но ни у кого из этих учёных мы не находим ни полной, ни даже частичной последовательности цветов, которая отдалённо напоминала бы реальный солнечный спектр. Само собой, время для таких открытий ещё не пришло. И вдобавок, они дружно игнорируют один из цветов радуги – синий. Никто из античных авторов его не упоминает. Ксенопан и Анаксимел, а позднее также Лукреции, различают в радуге красный, жёлтый и фиолетовый. Аристотель и большинство его учеников – красный, жёлтый или зелёный. И фиолетовый. Эпикур – красный, зелёный, жёлтый и фиолетовый. Наконец, это четыре цвета. Сенека – пурпурный, фиолетовый, зелёный, оранжевый и красный. И аммиа-мурцелин, относящийся по годам в своей жизни к концу четвёртого века новой эры. Пурпурный, фиолетовый, зелёный, оранжевый, жёлтый и красный. Вы можете в этом убедиться самостоятельно, потому что, по крайней мере, метеорологика Аристотеля переведена на русский язык. И там, обратившись к четвёртой главе, в той небольшой текст совсем, там больше речь идёт, конечно, об оптике. Вообще, о самой возможности этого феномена – возникновения радуги. Ну, о цветах там чуть-чуть тоже сказано. И цвета обозначены достаточно чётко. Более того, Аристотель убеждён, что никаких других цветов радуги просто по определению может быть. На чём он и настаивает. Цитирую далее. В XII веке, ну, естественно, уже новой эры, величайшие учёные, комментируя метеорологику Аристотеля и труды арабских оптиков, в свою очередь, пустятся в бесконечные спекуляции о радуги. Среди них – Жон Бекхэм и выдающийся Роджер Бекхэм. Ну, и также многие другие. Там список можно перечислять очень долго. Так вот. Каждый внесёт свою лепту в общее дело развития науки. Но ни один не сумеет описать радугу такой, какой мы видим её сегодня. А главное – не заметит среди её многоцветия даже намёка на синий цвет. Конец цитаты. Вот вам, пожалуйста, объективный феномен радуга и субъективное, в кавычках, его восприятие. Почему в кавычках? Потому что оно не субъективно, в смысле, индивидуально, оно культурально. Или субъективно, в смысле, если мы понимаем культуру как субъект эпохи. Тогда да, тогда субъективно. Есть ещё один пример, дошедший до нас из античности. Его приписывают Аристотелю. Это специфический порядок цветов. Крайне маловероятно, что его создателем действительно является Аристотель. Скорее всего, это порядок, включённый в его труды при их копированиях, подделках, переделках и так далее. Потому что сам Аристотель о синим цвете ничего не писал. А здесь он появляется. Но важно даже не это. Даже если мы предположим, что Аристотель действительно написал этот текст, порядок этих цветов и наполнение этого списка очень сильно могут впечатлить, если мы будем сравнивать его с современным ньютоновским спектром. Что мы здесь видим? Белый – ароматический цвет. Белый – это цвет. После белого – желтый, его сгущение. Далее сгущение до красного. Далее сгущение до фиолетового. Разрежение фиолетового происходит в зелёный. Далее в синий и потом в чатный. То есть зелёный оказывается между синим и фиолетовым. Здесь мы видим в качестве отправных точек, если это изобразить в виде друга, мы получим, собственно, с вами четыре базовых цвета древнего мира. Три основных цвета и один, который использовался эпизодически – жёлтый. Чёрный, белый, жёлтый, красный. А это некие такие дополнительные переходные градации, которые, в общем-то, в серединку и помещены. Как вы знаете, до сих пор любой даже научный текст строится. Да и не только научный, любой хороший текст строится. Самое главное в начале и в конце. В европейском естественном мышлении, не в азиатском. В азиатском – самое главное в начале. Это тоже принципиальное отличие. Но самое важное – вот и вот. А то, что в середине, ну это вот как-то туда там затесалось, ну, наверное, есть. А может быть и нет. То есть, получается, даже порядок цветов, когда мы знаем все эти оттенки, правда, здесь нет никакого различия между хроматическими и ахроматическими тонами, тем не менее, сильно и сильно способно нас впечатлить. Кстати, этим порядком будут пользоваться вплоть до открытия Ньютона. А открытие Ньютона в спектре относится к 70-м годам 17-го столицы. Он начал этим заниматься в конце 60-х и опубликовал свою работу, в том числе и впервые ввел термин «Спектр» в начале 70-х. То есть, на самом деле, цвета сопряжены вовсе не с некими фактами окружающего нас мира. И сопряжены даже не с научными открытиями. Они скорее идут в ту сторону, в которую движется общество. Они не ведущим являются, а ведомыми. Цвета сопряжены, прежде всего, с иерархией общества. И эта иерархия очень сильно менялась от мира к древу. Поэтому, если, допустим, для древнего мира черный цвет – это цвет рабочего люда, то для того же самого Иоганна Булькандагиоты черный цвет будет воплощать жречество, то есть духовенство. В древнем мире для жречества припасен белый цвет. Никаких точек пересечения нет. Любопытно, как, на самом деле, эти три цвета базовых древнего мира – черный, белый и красный, а также путающийся у них под ногами желтый – будут воспроизводиться в последующем, достаточно поздних стадиях европейской культуры. То есть, на самом деле, от них мы не избавимся вплоть до нового времени. Ну, например, есть вот такой феномен, который в последнее время активно изучается и активно обсуждается, как алхимия. Вплоть до 20-го века это считалось чем-то не пойми чем, шарлатанством и так далее. Тут есть свои мифы, но для нас важно то, что тремя базовыми алхимическими стадиями являются, по большому счету, воплощенные цвета древнего мира. Это негредо, но альбедо и рубедо. Была еще четвертая стадия, которую помещали то вот сюда, между альбедо и рубедо, то после рубедо – цитринитас. Ну понятно, что из самого названия, что она отождествлялась желтым цветом. А еще была такая недостадия, нечто вот такое переводное, что называлась каудоболонис или павлиний хвост. Так пестра, да, стадия, которая вполне можно провести параллель с черным, который выцветал. Я уже говорил о том, что в древнем мире черного не было вот такого черного. Черный – это грязный, он все время мутировал, он менял цвет. И если когда его только что окрасили, он действительно насыщенно черный, он постепенно выцветал, приобретал все мыслимые и немыслимые оттенки и становился все более и более похож на серый, то есть приближался к белому. И не случайно хаудоболонис появляется вот тут, между Мегредо и Альбедо. То есть на самом деле эти стадии, которые мы сейчас понимаем как некие, так скажем, модели типичные именно для алхимического мировоззрения, являются ничем иным, как истолкованием на новом уже уровне, на каком я сейчас чуть позже скажу, тех же самых базовых цветов, которые озвучивал еще в линии старших. Черный, белый, красный и, может быть, желтый. Кстати, с алхимией связан еще один миф культурный, который тоже нужно развеять, чтобы было понятно, насколько культуры пытаются осмыслить друг друга, исходя исключительно из своих позиций. А не пытаясь вникнуть в предшествующие. Есть такое представление, которое крепко и до сих пор поныне, что алхимия – это предшественница современной химии. Однако все было с точностью да наоборот. То есть изначально химия, которую сейчас называют первой базой алхимии, то есть химия позднего эллинизма, Александрийского периода, начала христианской эпохи, Александрийская школа занималась не изготовлением метафизического золота, а занималась совершенно изготовлением настоящего золота, вот такого, какое у нас с вами золото. Ведь оно же не стопроцентное. Какая там гроба? 585. То есть там 58,5% золота и, соответственно, 41,5% есть чего. Для кого? Для древнего мира это, естественно, в какой-то смысле поддельное золото. Но если для монет подделывать его бессмысленно и на зуб проверять, то для украшений чем оно крепче, тем оно лучше. Оно же дольше проживет. Внукам равных вам передать можно будет. И, естественно, эта технология очень высоко ценилась. Когда вы из слитка золота можете сделать украшение не на его же размер, а в два раза больше. Но для этого нужно применять такие сплавы, чтобы он у цвета не исказел. А вот именно этим и занимались александрийские алхимики. Ну, аунли или химики. А шифровка была исключительно для того, чтобы, в общем-то, целый рецепт у них не был похищен. Люди этим деньги зарабатывали по золотой, изготовлением сплавов с золотом связанным и так далее. Так вот, в эту эпоху и складываются на самом деле вот эти только тогда четыре стадии. Включается Тренитос. То есть они появляются на самом деле в то же время, когда их и описывает Тренисташ. А потом, уже начиная с 12 века, в европейской алхимии воспроизводятся эти модели, но уже на совершенно новом уровне. Не на уровне химии, а на уровне их применения к пути духовного становления самого человека. Например, один из важнейших основателей алхимии, Абнольд из Виллановы, 13-й, начало 14-го века, он прямо пишет. Наша цель – человек, а не металл. То есть, получается, цвета заимствуются из древнего мира, и нам даже кажется, каким образом они попали в 15-16 столетия, это когда расцветывает алхимия европейская. А так, потому что они вписываются в совершенно новую систему, в систему ценностей эпохи Ренессанса, когда во главу была остальца уже человека. Цвета те же, значения уже совершены. Они не связаны ни с иерархией общества, они теперь связаны с ступенями духовного посвящения, до которых были помешаны в эпоху Ренессанса. Все пытались иерархизировать, но уже по совершенно иным принципам. И заметьте, если в эпоху древности переход между черным и белым, между белым и красным был невозможен. Сколько нужно рова, чтобы стать господином? Нисколько. Переход количества в качество тут не работает. Сколько нужно человека, чтобы стать богом? Опять же, не работает переход количества в качество, а в алхимии работает. Вот ключевое переосмысление этих моделей. То есть трансмутация здесь происходит не на уровне превращения вещества, а на уровне того, что эти цвета стали разомкнутыми схемами. То есть черный действительно может стать белым, а белый действительно может стать красным. И для этого там размещаются блоки. Здесь Каудоповонис, а здесь Тетеремис. Вот она, трансценденция. Но речь идет о четырнадцатом. И опять же, нарушая нелюбимую мою хронологию, немножко задержал вперед. На самом деле, ключевой слом с эстетики древнего мира в понимании цветов. Правда, в большинстве случаев здесь нужно понимать, что речь идет не о переходе с язычества на христианство, а именно о тректовке цветов. Потому что цветов оно как раз почти не касается. Так вот, этот ключевой слом произойдет в двенадцатом веке. А точнее, в переходе с двенадцатого на тринадцатый. Именно эта дата должна стать особенно важной для рассмотрения этот период историками культуры. Потому что и исходя из интерпретации мутации цветовой шкалы, и исходя из того, как изменялось в частности музыкальное искусство в этот исторический период, можно сделать выводы, что именно в это время складывается общество совершенно нового типа. В двенадцатый, двенадцатый век появляется какой-то совершенно иной тип общества, который до этого просто не существовал. И он требует иных культурных маркеров. Складывается новая эстетическая модель. Что в это время происходит? Происходит следующее. На исходе двенадцатого века будущий Папа Римский, известный всему миру как Иннокентий III, на самом деле фигура уникальная. То есть для, так скажем, в истории понтификата, это один из самых известных римских пап, его вклад огромен в становление унифицированного ритуала для всего католического мира. Он еще не считался обязательным, но так как статус самого Иннокентия III, его авторитет в обществе был настолько большой, все стали подражать римскому канону. И римский канон стал общераспространенным для всех его. Так вот, когда он еще не стал папой, он публикует книжку, точнее пишет о таинствах Мерси, на русском языке она упомянуется. Написана она была в самом конце двенадцатого столетия, в ней он определяет особенности католического богослужения, в том числе и заходит речь о цветах. В общем-то, эта книга не имела бы для нас особого никакого значения, если бы ни одно но. Он в ней не просто компилирует все, что было сказано о цветах до него, как обычно выстраивались книги этого времени, это просто компиляция. Но добавляет одну немаловажную для нас деталь, которая сыграет решающую роль в понимании цветов в католической культуре и играет ее по сей день. Ибо канон о месте никто не пересматривал до сих пор. Вот что он писал о цветовой символике. Белый, будучи символом чистоты, подходит для праздников, посвященных ангелам, девам и исповедникам, для Рождества и Крещения Господня, Великого Четверга, Пасхи, Вознесения и Дня Всех Святых. Это белый. Красный, символ крови, пролитый Христом и Зам Христа, пригоден для праздников апостолов и мучеников, Воздвижения и Пятидесятницы. Черный цвет скорби и покаяния следует использовать для заупокойной весы, Рождественского поста, Дня Святых Невинных Младенцев Вифлеемских и в течение Великого Поста. И тут самое главное для нас. А зеленый надлежит использовать в те дни, для которых не подходит ни белый, ни красный, ни черный. Ибо зеленый цвет является средним между меризной, чернотой и краснотой. Все, что он пишет о белом, красном и черном, воспроизводилось уже десятки раз. Но здесь неожиданным образом появляется зеленый как медианта между красным, белым и черным. То есть сейчас для нас в нашем представлении красный и зеленый представляют собой разительный контраст. Тот же исторический период их очень часто сочетали вместе, потому что зеленый считался едва ли не оттенком красного. Что еще добавляет Иннокентий Прейнс? А он добавляет следующее. Что черный иногда в службе можно заменить фиолетовым. Подтверждая то, что черный и фиолетовый по-прежнему считаются едва ли не селыми. А зеленый можно заменять желтым. Опять же, ни слова о синем цвете здесь нет. А шел уже последний десяток XII века. Синего цвета по-прежнему нет. Однако, несмотря на то, что синий цвет здесь не упоминается, механизм наращивания цветов с их индивидуальным символизмом уже запущен. А это просто так не может произойти. Для этого должны были какие-то радикальные изменения в обществе быть. И что мы наблюдаем кроме этого трактата в XII веке? На рубеже XII и XIII века складывается такая система, которая теперь известна как геральтик. И в геральтике этого временного периода появляется шесть основных цветов. Это золото, он же желтый. А серебро, он же белый. Красный, черный, зеленый и наконец-то синий. Правда, на щитах и на герва синий, как и зеленый, встретить еще можно очень редко. Стараются обходиться без них. И тем не менее, они уже, по крайней мере, упоминаются. Почему появляется такая новая система? Для общественной, социальной иерархии древнего мира было вполне пригодным разделение на трудящихся жречества и воинов, позже воинов-царей. Однако для средневекового общества этого, естественно, абсолютно было недостаточно. То есть нужна была дифференциация не только на классы, но и внутри класса. И для этого и появляется геральтика для того, чтобы дифференциировать прежде всего аристократику. Более того, именно в это время в моду входят полностью закрытый доспех. Латы, в которых мы не видим лицо воина. А это значит, что на турнирах, да и в бою, очень сложно было отличить, в общем-то, кто побеждает в данный момент. Мы видим просто одинаковые железяки, и кто за ними скрывается, не ясно. Для этого на турнирах начинают активно использоваться геральтические цвета, как чистые щиты. То есть щиты полностью закрашенные тем или иным цветом, так и смешанные. Смешивать можно было две краски. То есть на щите одного цвета мог быть изображен какой-то символ другого цвета. Таким образом дифференциация уже набирает обороты. Там речь шла о трех цветах всего. Здесь речь идет о том, что у нас не только шесть цветов, но и еще можно смешивать. Более того, с помощью этих цветов можно изображать различные символы. То есть общество приходит к невиданному ранее расслоению. И не столько это даже процесс, который может изучать, не знаю, экономика или социология, сколько это процесс, связанный с культурным ходом. Общество начинает понимать себя таким образом. Как были дворяне, так и остались дворяне. Но им теперь тесно, как в единой группе. Нужна дифференциация, для этого нужны маркеры. Основным маркером является цвет. Любопытно, но именно в этот исторический период происходит еще одно важнейшее событие. Именно на рубеже 12-13 века появляется музыка как искусство композиции. То есть то музыкальное искусство, которое мы имеем сейчас, до 12-13 века просто не существовало. У меня есть такое понятие, такой термин, как музыкальмогер. Так вот, до 12-13 века во всех культурах можно говорить о музыкальном, или, если угодно, музыкальной составляющей культуры. Но музыки, как искусство композиции, не было. Почему? Потому что музыка была полностью зависима от текста. То есть ритмика ее, форма ее определялась поэтическим или религиозным текстом. Самой, самостоятельной формы у музыкальных сочинений не существовало. Более того, сейчас распространен еще один миф о том, что народные песни являются музыкой. На самом деле это не так. Они являются частью более крупного феномена, такого как фанклор в целом. Вы никого не заставите, если это нормальная деревня, спеть вам погребальную песню. Это часть неотъемлемого ритуала погребения. Колыбельная не имеет никакой формы. Она поется до того момента, пока ребенок не уснет. Рабочая, трудовая песня также. Понимаете, если они уже баржу датащили или дерево повалили, то никто допивать эту песню не будет. Она выполняла функцию синхронизации усилий. И не более того. То есть своей формы у нее не существовало. И песня, которая сейчас звучит с эстрады, народная песня, не имеет ничего общего с той, с тем плоском культуры, которая существовала и существует на самом деле в некоторых отдаленных деревнях по сети. Так и вот, именно на рубеже 12-13 века появляется самостоятельная музыкальная форма, независимая от текста. Объяснить, почему это произошло, невозможно. Я уже вам говорил, что всякое объяснение по делида вообще обречено на неудачу. Это то же самое, что пытаться объяснить, почему был большой взрыв. То есть если мы сможем объяснить, почему был большой взрыв, значит его не было. Потому что он не породил наш мир, а является его составной частью. Здесь то же самое, если мы сможем объяснить, почему одна культура сменила другую, значит, в общем-то, она ее не сменила, а просто мутировала внутри этой культуры. Что интересного в музыке этого времени? А то, что так же, как здесь мы видим шесть цветов геральдики, там впервые появляется шесть модусов. То есть в ту эпоху автор не мог еще писать музыку в каком угодно ритме. Он пользовался ритмоформулами. До этого ритма вообще не существовало, он не фиксировался никак. Но здесь появляется впервые фиксация ритма по типу мозаики. Мы можем как угодно комбинировать эти шесть формул. И таким образом фиксируется ритмическая составляющая музыки, что позволяет писать многоголосные, развернутые композиции. И я не могу здесь вам тратить время на то, чтобы включать музыку. Поэтому советую самим послушать это. Автора зовут Пиратин Великий. Собственно, с него и начинается музыкальное искусство Европы. Он представитель школы Голкардан. И его ключевая композиция это «Widrund Onnes». Это четырехголосная пьеса, в которой использовано всего четыре строчки текста. Но она звучит 14 минут. Первый слог «Vi» распевается первую минуту. То есть ничего подобного до этого просто помыслить было невозможно. Здесь форма, которая появляется в этой пьесе, обусловлена чисто музыкальными задачами. Поэтому эту пьесу можно и часто исполняют по сей день без привлечения слова, то есть инструментальными ансамблями. До этого это было просто невозможно. То есть как можно исполнить инструментально харам, где на каждый слог приходится просто та или иная нота. То есть это было просто выразительное чтение текста религиозного, а не музыка как таковой. И любопытно то, что все это происходит в один и тот же исторический период. Предшественником пиротина являлся магистр Леонид, основатель школы Болтердам де Пари. У него уже используются вот эти модусные поперки. Но почему я вам дал именно пиротина, показал именно его? Потому что именно у него впервые ритм позволяет вырваться за пределы слова. Там ритм просто начинает впервые использоваться. А здесь ритм позволяет отойти вообще от слова. И музыка начинает функционировать по своим зафонам, которые раньше были для нее невозможными. Это говорит о том, что в это время происходит обострение дифференцированности восприятия на всех уровнях. Слух, зрение, возможно даже будет обоняние и тактильное ощущение, сезание. Об этом у нас не осталось источников. Потому что о звуке-то пишут редко. То, что я вам говорю о звуке, это связано прежде всего с моими изысканиями на эту тему. Поэтому и ссылаюсь в свою термологию. Повторюсь, что я по основным своим всем образованиям музыка, композитора и искусства. И в завершении нашей лекции покажу еще один уникальный пример искусства 12-го рубежа 12-13-го века. Это Шахтский собор. Дело в том, что в ветражах Шахтского собора впервые за всю историю европейской цивилизации синий цвет не просто выявляется и является очень ярким, а начинает преобладать над всеми остальными. То есть Иннокентий III еще о нем даже не пишет, а это в одно и то же время происходит. Почему? Потому что его еще не было. А здесь он неожиданно просто как разрыв латины. Появляется в европейской культуре синий цвет, синий со всеми оттенками, в том числе и голубой. И наводняет ветражи Европы, начиная от Шахтского собора. И надо сказать, что именно в Шахте, именно там этот цвет наиболее насыщенный. Потом все-таки его попытаются сделать поскромнее. А здесь эти ветражи, в них цветность просто зашкаливает. Причем цветов очень много. Они яркие. Представьте себе, если зайти в этот собор. Искусственного освещения не существовало. Яркое солнце падает через эти ветражи в храм. И мы видим, как буквально лучи окрашиваются в разные оттенки. Это своего рода воссоздание радуги своими руками. Смотрите, как много синего. Беспрецедентно. То есть ничего подобного вы даже в начале XII века не найдете. Причем речь идет не о том, что вы этого не найдете в Европе. Вы этого не найдете в искусстве, в смысле крестьянской Европы. Вы этого не найдете в искусстве древнего мира, если исключить Египет и Азию. Очень много синего. И часто он сопрягается с ее фигурой Богоматери. Именно в это время синий начнет смыкаться с Девой Марией. И на самом деле Дева Марией претерпит большое количество цветовых ментамаркоз, что отражено на некоторых древних у нее статуях, которые перекрашивались от века к веку в тот цвет, который ей соответствовал. С витражами тоже отдельная история. Мы в следующий раз с вами начнем как раз с этого исторического периода, а потом поговорим о протестантизме. И когда протестанты попытаются вернуться к древних цветам, правда игнорируя красный, они будут бить эти витражи. Многие из них не сохранились. Там была бойня не хуже, чем в 30-е годы 20-го века в Советском Союзе. Фрески скалывались, разламывались в рельефы, разбивались витражи, потому что храм не место для цветов. Именно с этой битвы хроматилов и хромофобов мы в следующий раз с вами и начнем наше занятие. На сегодняшней лекции есть какие-то вопросы? Нету, все понятно. Ладно, тогда до следующего раза. Спасибо.